Всем привет! Сегодня будет обучающий урок про восстановление данных Windows 10, 8 или 7. Случаев очень много. Случайно удалил фото с флешки, переустановил Windows и забыл сохранить важные файлы, глюканул диск, в итоге потерял кучу файлов. Всякое разное случается. Я и сам терял важные файлы и это было не раз. Когда-то их удавалось восстановить частично, когда-то полностью, что было очень круто, а бывало такое, что уже ничего не получалось. В любом случае, пытаться восстановить потерянные данные нужно. Попытка, не пытка, как говорится. Сегодня покажу пример восстановления данных в программе Hetman Partition Recovery. Программку такую можно будет скачать с официального сайта. Ссылка, если что, как всегда, будет под видео. У меня программа уже скачана и установлена. После первого запуска мастер восстановления файлов предлагает свою помощь. С него мы и начнем. Нажимаем далее и выбираем здесь диск или флешку, с которой были удалены файлы, которые нам нужно попытаться восстановить. Выбрали и жмем далее. На следующем шаге нужно выбрать тип анализа. Начнем с быстрого сканирования. И этот вариант подходит для поиска файлов, которые вот-вот только недавно были удалены и, скорее всего, будут очень быстро найдены. Второй вариант это для более уже глубокого анализа. И поиск здесь занимает длительное время. Его стоит пробовать, если первый вариант не дал никаких результатов. В общем, выбираем быстрое сканирование и жмем далее. Когда анализ будет завершен, нажимаем кнопку готово. И смотрите, программа строит нам иерархию папок, которые были до удаления файлов, ну или же имеются на диске сейчас. Обычные папки это те, которые сейчас есть на диске. А те, которые с красным крестиком, это удаленные папки, которых на диске нет, но программа их видит. Вот я сейчас открою этот диск, и как видите, внутри папки фото здесь нет. Не так давно я ее удалил. А программа эту папку видит. Давайте ее попробуем открыть. Здесь у меня удаленные фото, выделяем их. Жмем правой кнопкой мыши и пункт восстановить. Восстанавливать нужно на другой диск. Не на тот, с которого были они удалены, а на какой-то другой или на флешку. Выбрали удобное место и жмем восстановить. После восстановления открываем папку и проверяем, будут ли эти фото работать. Открываться. Как видите, все у меня здесь сохранилось на рабочий стол, кучей. И фото я запускаю, они все в порядке, абсолютно все работают. Если это сканирование не сработало, то вспоминаем. У нас есть еще полный анализ. Выбираем его и выполняем поиск. Я сейчас для демонстрации выбрал уже другой диск. Это уже у меня карта памяти. Потому как, если я буду выбирать жесткий диск, то поиск файла там затянется, наверное, на несколько часов. Потому что хард на 1 терабайт. Спустя минут 10 скан был завершен. И вот мы видим файлы и папки, среди которых нужно, опять же, отыскать данные для восстановления. Снова выбираем нужные нам файлы. И восстанавливаем их путем сохранения на другой диске. После этого уже проверяем, работают файлы или нет. Потому как даже если программа видит файлы, это еще не значит, что прям все до единого успешно будут восстановлены. Это и весь принцип восстановления удаленных, потерянных файлов в программе Hetman Partition Recovery. До этого мы использовали мастер восстановления файлов. Но обратите внимание, здесь в главном окне программы можно просто выбрать и перед первым открытием указать, какое сканирование мы хотим сделать. И диск будет открыт. Опять же, папки с красным крестиком, это те, которые уже удалены. Но программа их видит. Их можно восстановить. В папках, которые у нас есть, которые у нас не удалены, могут быть другие папки, которые в свою очередь удалены. И там лежат нужные нам файлы. Их, допустим, нужно восстановить. Как быть? В таком случае нужно вспомнить иерархию папок, то есть где что лежало, и открыть соответствующие каталоги. Находим нужную папку с файлами и восстанавливаем внутри лежащие файлы. Лежат даже всю папку целиком восстанавливаем. На этом все. Пользуйтесь. Лучше, конечно, файлы никогда не теряйте. Но если вдруг случилось, то вот попробуйте программку Hetman Partition Recovery. Я надеюсь, она вам поможет. Возможность восстановления файлов, конечно, зависит от очень многих факторов. Но в любом случае пробовать и пытаться восстановить важные файлы нужно обязательно. На этом все. Спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok